Сегодня мы поговорим про кнопки на передней панели приставок. В каких случаях надо покупать приставку с кнопками, а в каких без кнопок? Но сначала про деньги. Сравним цену у приставки с кнопками с ценой у приставки без кнопок. Приставка без кнопок на данный момент стоит около 1000 рублей. Приставка с кнопками 1300-1500. Разница в цене вроде и небольшая, но зачем переплачивать эти самые 300-500 рублей? Кнопки на приставке полностью или частично копируют кнопки пульта дистанционного управления. Но тут вот какое дело. Пульт можно случайно сломать. В пульте могут сесть батарейки. Пульт может изгрызть собака. Пульт может сломать ребенок. А еще пульт может просто потеряться, завалившись, например, за диван. Как в такой ситуации управлять приставкой без кнопочек? А никак. Есть три вида ТВ-приставок. Совсем без кнопок. Кнопки для включения и смены каналов. Кнопки для полного управления приставкой, включая настройку и выбор файлов с USB-флешки. Вот в таком порядке приставки и представлены на фото. А теперь сюрприз. Самая дешевая из этих приставок – нижняя. Но не потому, что какая-то рекламная акция или распродажа. А потому, что она по сути ноунейм изделие. Неизвестный китайский бренд. Ну вот я ее купил. Она вполне себе нормально работает. Можете купить и вы. Стоит она недорого. Порядка 800 рублей, даже чуть меньше. Но вот на ночь или когда вы уходите из дома, я настоятельно советую приставку эту из розетки выключать. А то мало ли что. И, кстати, никакую приставку я не рекламирую в этом ролике. В этом обзоре я рассказываю про кнопки на передней панели корпуса приставки. На мой взгляд, это все жизненные ситуации, которые я перечислил. И кнопки на передней панели позволят управлять приставкой, а не покупать новую. Всем спасибо. С вами был канал Антенна.ру